Каждый из нас мечтает о своей идеальной фигуре. А вот участники проекта «Тачка за прокачку» уже успели достичь результатов. Ведь на протяжении двух месяцев они испытывали на себе различные способы похудения и набора мышечной массы. От косметических и физических до полной смены питания и стиля жизни. Сегодня у нас финал пятого сезона проекта «Тачка за прокачку». В этом сезоне я лично принимал участие, всю программу испробовал на себе, показав еще раз в очередной раз всем участникам, что невозможное возможно и за короткий промежуток времени, за два месяца можно получить крутые результаты. Во-первых, пятый сезон интересен тем, что он был уже не в двух, даже в трех городах. Удаленность участников друг от друга создала определенные сложности для контроля друг друга. Наверное, это больше их мотивировало. Как всегда, от сезона отличаются только участники. Кто-то заходил с большим весом, кто-то заходил со средним весом, кто-то заходил очень худой и худой, и нужно было наращивать мышечную массу. То есть цели у всех были разные. Ну, в этом проекте я участвовал первый раз. Понравилось и работал со многими участниками, и мне нравились результаты. Ты не выиграешь «Тачку», если ты будешь лежать на диване. Нужны, во-первых, это общение, во-вторых, это новые знакомства, это очень интересно. Мотивацией для участников проекта стал автомобиль, что, собственно, и заставило многих бросить вызов своему привычному образу жизни. В десятку лидеров попали те, кто смог перевыполнить свой фитнес-план. В режим спортсмена сложно входить, но если к этому привыкать, ввести в свой рацион питания вот эти вот этапы, это потом становится все легче, легче и легче. И сейчас у меня это уже мой образ жизни. Буквально два месяца всего надо на это потратить, и образ жизни на будущее тебе обеспечен. Вообще, любой проект, в который мы заходим, это какой-то определенный толчок жизненный. Пинок, тот волшебный самый, которого нам не хватает в жизни, порой смелости самим куда-то зайти. Поэтому вот захожу на проект, думаю, что в команде будет работать проще со специалистами. Победу реализовала над собой, над силой воли. То есть главная победа была во мне. Буду, конечно, продолжать придерживаться диеты, тренера. Кайф получил определенно. Собственные цели тоже. Как бы я заложил себе определенные привычки, какие-то навыки приобрел. То есть уже дальше будет проще. Цель организатора была набрать мне 3 килограмма. Свою я цель поставил 4 килограмма, я ее выполнил. У меня масса впечатлений, я не ожидал, что выиграю, победа будет моей. Но я зашел с целью улучшить себя, свою голову первую. Ну и подкачаться тело, потому что я давно хотел это уже сделать. И вот моя цель исполнена. Желанную цель я выполнил. Специалисты утверждают, для того, чтобы сформировать привычку, требуется 21 день. А чтобы полностью перестроиться и окончательно изменить свою жизнь, требуется гораздо больше времени и усилий. Все это у героев проекта имеется. А потому многие из них решили принять участие и в следующем сезоне. Кстати, регистрация на шестой сезон уже открыта. Так что присоединяйтесь и совершенствуйте.